Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Мир вам благословенны. В программе «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, Библия говорит, что Царствие Божие усилием берется. Если мое спасение зависит от усилия, то вопрос, где эти границы? Как мне понять, что я достаточно прилагаю усилий? Очень серьезный вопрос, и его серьезность связана с пониманием того, что же Библия в действительности говорит и в каком контексте. Часто люди ошибаются, когда они просто услышали библейскую фразу и начинают применять ее к себе, применять к спасению, применять еще к чему-то, не понимая, откуда же она в действительности произошла. В действительности эти слова были сказаны Иисусом Христом в обстановке, когда Иоанн Креститель, будучи в тюрьме, его арестовали за то, что он обличал Ирода, и он уже был в близости от своей смерти, от своей казни, Иоанн Креститель посылает ко Христу людей спросить, правда ли ты Мессия? Это очень интересный сам по себе факт, потому что Иоанн несколько времени тому назад, год, может быть, до того, он свидетельствовал о Христе, он точно знал от Бога свидетельство, что это Мессия. Но причина, почему Иоанн задает этот вопрос, заключалась в том, что у Иоанна Иоанна было свое представление о том, как Мессия должен был действовать. Он представлял, что Царствие Божие должно быть установлено, раз Мессия пришел, Мессия носитель Царствия Божия, и он должен был установить его в Израиле. А здесь ничего подобного не происходит. Более того, сам Глашатай, который представил Царя, он оказывается в тюрьме, и ему угрожает казнь, смертная казнь угрожает. И это вызывает вопрос у Иоанна Крестителя. И Иисус ему отвечает. Он посылает этих же людей назад и говорит, скажите ему, скажите, что вы видите. И он конкретно говорит, слепые прозревают, хромые ходят, покаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищим благовествуют. То есть Христос свидетельствует Иоанну и говорит, посмотри, то, что сейчас происходит, происходит точно то, что сказано о Мессии в Ветхом Завете. То есть он подтверждает, я действительно Мессия, я соответствую тому, что говорит Ветхий Завет. Не соответствую твоим ожиданиям, но соответствую тому, что говорит слово обо мне, о моем пришествии, о пришествии Мессии. И дальше в этом контексте он говорит, обращаясь уже к людям, которые вокруг, он говорит об Иоанне, что смотреть ходили вы, человека, одетого в мягкие одежды, или носящие, или же что смотреть ходили вы, пророка. Он говорит, нет, Иоанн Креститель, это не просто такой крутой парень, который, вот ему просто нечего было делать, и он занимался тем, что он занимался. Или же пророк, он говорит, да и больше пророк. В действительности, вы ходили туда, к Иоанну. Иоанн в действительности пророк, который провозглашал Мессию, пришествием Мессии. Он приводит дальше пророчество о том, что я посылаю ангела пред тобой. И именно в этом контексте он говорит 12 стих, одни же Иоанна Крестителя, «Да ныне Царство Небесное с силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». Ну, кому уподоблю рот этот? Они подобны детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам, ибо оправдана премудрость и оправдана премудрость чадом ее». То есть Иисус говорит вот о чем. Говоря о фигуре Иоанна Крестителя, он обращается к людям, и он говорит о отсутствии их реакции на такое очень явное проявление Божьего действия, Божьего откровения. Он говорит о том, что люди, которые окружали его тогда, в то время, они недостаточно серьезно воспринимали то, что говорил Иоанн, и недостаточно серьезно воспринимали то, что он говорит сам. И они оправдывают это какими-то своими причинами. Вот почему Иисус приводит здесь две фразы. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Первое. И второе. Он говорит вот эту притчу, детям уподоблю, что вы играли на свирели, мы не плясали, вам играли на свирели, мы не плясали, вы пили вам печальные песни. То есть вы не реагируете на реальность, не реагируете на то слово, на то откровение, которое прозвучало. Именно в этом смысле звучат слова «употребляющий усилие восхищает его». То есть для того, чтобы... Спасение по благодати. Никогда спасение не заслужено никем. Спасение невозможно заработать никакими усилиями. Но когда человек не принимает спасение, Библия очень ясно говорит, что единственная причина, почему это произошло, заключается в том, что он не захотел понять, он не захотел услышать, имеющий уши слышать да слышать. То, что было явно сказано к нему, оно прошло мимо, и оно не оставило следа в его сердце, в его душе. Хотя он нашел какие-то оправдания, он нашел какое-то объяснение своему неверию, но ответственность за это неверие заключается в том, что человек не захотел приложить достаточно усилий, чтобы понять. То есть здесь ясно говорит о нашем эмоциональном участии, принятии. О нашей ответственности. Это ответственность каждого человека. Ответственность каждого человека в том, чтобы когда ты слышишь, когда соприкасаешься со свидетельством Божиим. Есть другое место в послании к римлянам, первая глава, где сказано о том, что ибо невидимое его, вечная сила его и божество через рассматривание творений видимы, так что они люди, то есть безответно, то есть без извинения. То есть этого свидетельства достаточно, но люди не пожелали, многие, задать себе вопрос, когда они видят это свидетельство, откуда же все это произошло. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Пожалуйста. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Благослови вас Бог. На сегодня все. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слова.org Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio.slова.org А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.